Привет! С вами интенсив курс биология Иван. Давайте рассмотрим сегодня строение тканей растений. Интересно? Тогда погнали! Итак, сегодня мы рассмотрим с вами ткани растений. Наши неизменные растения и, собственно, ткани, которые встречаются у растений. Итак, давайте вспомним, как образуются ткани. Ткани образуются из клеток. Итак, клетки, объединяясь между собой, приобретают какую-то функцию общую для ткани. В свою очередь ткани складываются в органы, а органы в целостный организм. Итак, начнем с того, что мы должны рассмотреть с внешней стороны ткани, углубляясь внутрь растения. Ну, не забывая про те, которые еще, допустим, находятся на поверхности, но и имеют другую роль. Итак, давайте вспомним, что у всех живых организмов есть кожа. На латыни она звучит в основном эпидерма, эпидермис и так далее. Соответственно, у растений тоже есть покровные ткани. Это те ткани, которые находятся на поверхности растений. Они встречаются на листьях, на стебле, в пазушных и верхушечных почках, на корнях и так далее. Подробно об этом мы будем говорить при изучении поперечного среза органов. Итак, следующие ткани, которые встречаются внутри, это механические ткани. Механические ткани признаны для растений создавать опору для того, чтобы они не падали. То есть, вы видите, прекрасные деревья, они не падают за счет того, что у них есть механические ткани. Трава или же, допустим, другие кустарничковые растения не падают или приобретают свою форму с помощью механической ткани. Механическая ткань в основном представлена двумя основными видами. Это каленхима и склеренхима. Следующая ткань, которая нас заинтересует, это проводящая ткань. Проводящая ткань представлена двумя видами. Первая это ксилема, второй это флоэма. Ксилема, в отличие от флоэмы, это мертвая ткань. Образуется она из уже умерших тканей. Но мы будем об этом говорить по поперечному срезу стебля. Итак, стоит вам сразу же отметить важную информацию. Вся ксилема берет свои истоки из корневой части и двигает жидкость, то есть воду с солями вверх, но никак не обратно. То есть, ксилема движется снизу вверх. Флоэма движется от вегетирующей части растений вниз. Ну и также в другие части органов. То есть, флоэма, грубо говоря, это сосуды, которые двигаются во всех направлениях. А ксилема только снизу вверх. Итак, как я уже и говорил, по ксилеме движется раствор воды с солью. Соли это те макро и микроэлементы, которые растворены в почве. Они растворяются в воде, попадают в резоидную форму корней и двигаются по всему растению, снабжая водой и микро-макроэлементами. Флоэма это сосуды, которые переносят питательные вещества, которые в результате жизнедеятельности или же вегетационного процесса растения накапливаются и двигаются по всему растению. Это будут сахара различные, вторичные метаболиты и гормоны растений в том числе. После проводящих тканей существуют еще также ростовые ткани. Ростовые или же образовательная ткань у растений представлена в основном меристемной тканью. Располагается она в верхушечной почке меристемной, либо же в пазушных меристемах, корневой меристеме. Итак, меристема собой представляет очень тонкий слой клеток, которые постоянно делятся. Каждая из этих клеток обладает тотипатентностью. Тотипатентность явления обуславливается тем, что одна клетка способна породить все полостью растения. Или же, иными словами, информация о целостности организма находится всего в одной клетке. То есть, если вы возьмете одну клетку, сделаете для нее специальные питательные растворы на агарной среде с гормонами, вы сможете получить калустные ткани. Затем из этих калустных тканей получить экспланты или так называемые новые растения. Клонировать тем самым растения исходящие. С помощью одной всего лишь клетки вы можете произвести до одного миллиона растений в специальных, естественно, условиях. И каждая из этих растений будет обладать теми же характеристиками, что и другие. Почему? Потому что, помним, что каждая клетка имеет тотипатентность. Итак, давайте дальше. Остается у нас запасающая ткань и основная ткань. Запасающая ткань также представлена паренхимой, а основная ткань тоже представлена паренхимой. Единственное отличие в том, что основная ткань может в себе производить фотосинтетические процессы. Это в основном столбчатая паренхима. Возможно, в каких-то моментах может ли губчатая быть паренхима. А вот запасающая ткань в основном встречается в корневой части, либо же в тех местах, где растения аккумулируют или же запасают питательные элементы. Ну, питательными элементами вы помните, что бывают сахара, различные другие метаболиты и так далее. На этом у нас все. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. До свидания. Продолжение следует...